Спектакль «Конституция» Пермского театра, театр, театр, прекрасен во всех смыслах. И в том, что он социален, и в том, что он непрост, и в том, что в нем есть исторические экскурсы и в прошлое, и в будущее, я надеюсь. Много аллюзий, много энергии молодой. Мне нравится и материал, как он был скомпонован драматургом. Мне нравятся и люди, которые участвуют в этом спектакле, и режиссерский посыл. Мне кажется, что в каждом театре каждого города нужен спектакль, который говорит о том, что может быть то, чего быть не должно. Чего быть не должно, а это надо, чтобы зрители приходили и сами решали, чего не должно и что может быть. У меня возникают и в определенный момент эмоциональные какие-то чувства, переживания о прошлом. Ну и еще больше у меня возникает вопросов о будущем. Потому что, мне кажется, думая о писателях, ученых прошлого, которые сделали свой выбор с вопросами против каких-то социальных несправедливостей и вообще по поводу каких-то умозаключений своей жизни. Там очень много аллегорий с нынешней Россией, с нынешней и с будущей. Вот самый главный для меня, вот я сейчас делился о том, что он самый главный для меня символ, который прозвучал в спектакле, это икона. Икона Божьей Матери, которая занимает только маленькую часть этой иконы заказанной. Остальное Сталин и окружение. Я боюсь, что эту икону начинают вносить в нашу жизнь, в наше общество очень так, со всеми хоругвиями, очень бодро. Вот мне хотелось бы, чтобы это произошло на каждом шагу, чтобы мы молились с таким иконам, псевдо-ложным. Мне кажется, я пафосно, конечно, говорю, но мне кажется, очень много хорошего в таких спектаклях, подсознательного, спрятанного за первым слоем. Но, наверное, трудно зрителю смотреть такие спектакли. Наверное, зритель должен обязательно, я не говорю слово «подготовленный», но как-то желающий, желающий как-то помучиться в этих условиях. Желаю дальнейшего процветания театру и этому спектаклю.